МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, ребята, полный перец не испекли! Если ты можешь это представить, ты можешь этого добиться. Роберт Орвен. Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте! Заходите к нам в гости. Здравствуйте! Здравствуйте! Своего добился и предприниматель Олег Козедук. Его цель – видеть детские глаза, наполненные счастьем. Это и легло в основу уникального бизнеса – создания детского культурного центра. Мечта всех любящих родителей – подарить своему ребенку счастливое, увлекательное детство, полное радостных событий, впечатлений, сделать человека маленького счастливым и успешным. Детская сказка испокон веков считается самым эффективным средством воспитания ребенка. Козедуб Олег Анатольевич – основатель детского культурного центра «Сказка» в городе Тырау. Женат, три дочери. Два года назад вместе с супругой начали строительство детского развлекательного комплекса. Здесь малыши изучают культуру и быт разных народов, занимаются в кружках рисования, лепки и вышивания. Это единственный такой комплекс в Казахстане. Волшебный мир для недавно родившейся дочери. Детство маленькой Лизы должно быть похоже на сказку. Именно так мечты Олега превратились в бизнес. Методом проб и ошибок предприниматель воплотил идею в жизнь. Поставлена была задача самим, сами себе, за 2-3 месяца создать полностью оборудованное помещение. Что нам, в принципе, удалось. И здесь работали и по ночам, и по вечерам. Наши бедные соседи приходили, говорили, ну, если можно, после 9 прекращайте стучать, потому что уже поздно. Однажды, загоревшись идеей, невозможно сидеть сложа руки, говорит предприниматель. Поэтому работа здесь кипела круглыми сутками. Точили это все, сами пилили и сами все сделали своими руками. Здесь очень сложная конфигурация, большое пространство, одновременно занято большими колоннами. Ширина колонны 3 метра на полтора. Пришлось поломать голову. Мы располагали, вписывали эти колонны внутрь помещения, декоративно делали отделку их. И, конечно, самое, что было сложное, ну, это создать комфортный режим работы и персоналу, и детям. Вот так красавица Куникей, Змей Горыныч, Белоснежка с семью гномами и другие сказочные персонажи навсегда поселились в стенах этого мира детства и волшебства. Успешный человек, всегда потрясающий художник своего воображения. Альберт Эйнштейн. Давай закрывай буратино. Сырое детство, знай свое место. Сырое детство, знай свое место. Олег уверен, если подойти к детским рассказам с театральной постановкой, сказочный мир превращается в реальность. Так нестандартная бизнес-идея стала востребованной. Сказочная страна, все на свете. Я думал, добрые персонажи нравятся. В следующий раз какого персонажа хотите увидеть? Золушку. Дети хлопают и смеются. Значит, работа кипит. 250 квадратных метров сказочного мира знакомят маленьких посетителей с историей, бытом и культурой разных народов. Чтобы реализовать такой проект, нужны были финансы и гарантии. В этом предпринимателя поддержала государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Эта программа позволяет молодому предпринимателю, начинающему, получить государственные субсидии, гарантирования, что для нас оказалось очень важно. Фактически мы получили кредит, на который построили этот сказочный город. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» детскому культурному центру «Сказка» было выделено почти 16 миллионов тенге. По годовой ставке 14%, из которых 7% субсидирует государство. На эти средства в здании комплекса сделали ремонт и оборудовали помещение. За 4 года реализации «Дорожная карта бизнеса-2020» только финансовую поддержку получили у нас 63 проекта. То есть фактически мы помогли создать 63 частных детских образовательных центра, детсадов по всей территории Республики Казахстан. Они взяли кредиты на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Это активы, которые появились. Это молодые родители могут отвезти теперь в новые, современные здания с новыми технологиями, воспитательными методиками своих детей. Работа в «Сказке» – лучшая вакансия, уверена Диана, актриса детского центра. Говорит, единственная сложность – это оставаться серьезной во время представлений. Письмо не отдадим. Работа с детьми. Самое трудное вообще во время представлений – это не засмеется, потому что дети иногда вообще выдают такие вещи невероятные, что еле сдерживаемся. С радостью вам помогу. Вот только ветер порвал все мои паруса. Смех смехом, а опыта все больше. День, проведенный в сказочном мире, оставляет неизгладимое впечатление не только у маленьких зрителей, но и у взрослых. По словам Дианы, все это благодаря дружному коллективу. Да. А куда пойдем? А пойдем на волшебную полярку. Пойдем? Да. Я как бы во многих местах работала до этого. Всегда бывает так, что либо хороший коллектив – работа отвратительная, либо нравится работа, но с коллективом постоянно какие-то нелады. Здесь как раз так получилось все вместе, что все хорошо. Прекрасное руководство, коллектив замечательный. Мы как одна семья. Ух ты! Чувствуешь? Ух ты! Сегодня в детском культурном центре «Сказка» работают 8 специалистов. Здесь маленьких казахстанцев знакомят с персонажами более 20 сказок. За 9 месяцев работы комплекс посетили почти 4 тысячи детей. Задача этого центра – это рассказ и обучение, и доведение до сознания ребенка маленького, пришедшего к нам, пластов культуры, которые сегодня уже немножко ушли из нашего обихода. В планах Олега увеличить сказочную территорию и добавить в программу театральные постановки зарубежных сказок. Чтобы работать с англоговорящими, детьми, которые в Этерау тоже живут, мы хотим сделать несколько сказочных программ на английском языке. Но и на этом Олег Козидуб останавливаться не собирается. Планирует построить такие центры в других городах страны. Для того, чтобы быть успешным, человек должен сделать план своей жизни, небольшой план на 5 лет. И хотя бы продумать его до мельчайших подробностей, которые позволяют, и воплотить его в жизнь. Это будет успех, это будет результат. Сядьте, я вас сфотографирую. Сомнения, ссоры и первый успех. Поднимать бизнес с нуля в семье Олега Козидуба было сложно. Силы придавала. Одна цель на двоих. Вот наша дочка. Не было бы нашей дочери, не было бы этого бизнеса. Может, вообще бы никакого не было, наверное. Супруга предпринимателя ни на минуту не сомневалась в успехе Олега. Несмотря на занятость, время на семью у него остается всегда. В шутку Людмила сравнивает Олега со сказочным персонажем. Буратино – это абсолютно сказка про настоящего коммерсанта, которого из маленьких денег делал большие. Вот Олег Анатольевич типичный образ – это Буратино. Он занимался топинамбуром, он занимался самолетами, он занимался сказкой, у него кабель он продает. И дело в том, что он может в одно время сразу же проектов пять вести одновременно. И это для него интересно. Важную роль в достижении всех наших успехов, конечно, играет в первую очередь семья. Это любимая жена, ребенок, который вдохновляет на подвиги. Все люди, к которым я обращался, оказали великую и богучую поддержку в моем бизнесе. Мечта согревает и делает счастливым любого человека. А если действительно в нее верить, то ей свойственно сбываться. Всегда был уверен в том, что если ты веришь в собственную мечту, любая сказка воплощается в реальность. Если вы придумали себе задачу, самую сложную, самую непонятную пока, но если вы подумаете над ней, если вы поставите перед собой цель, ну, наверное, с неба вам посыпятся и деньги, и звезды, и удачи. Для успеха не надо быть умнее других. Надо просто быть на день быстрее большинства. Лео Сцеллард. Мы танцуем, буги-буги, поворачивые струки, на души глупоим, будто... Ай-яй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова